Продолжаем тему, связанную с проведением спецопераций Российской Федерации на Украине по деноцификации и демилитаризации этой страны. Кто ещё не понял, ребят, это война. Только не мы её начали. Это война против Российской Федерации на её уничтожение. Начатое по инициативе и под полным контролем Соединённых Штатов при участии всего блока НАТО, который напрямую предоставляет сегодня украинским ВСУ вооружение в особо крупных размерах. Слушайте, 17 тысяч единиц тяжелого вооружения и средств ПВО, типа Стингер, Жавелин, ТОУ, 17 тысяч. Что там говорят? НАТО не участвует в войне? НАТО не будут посылать туда военнослужащих? Ага, не будет. Мы так что описали, как именно эти ребята собираются не посылать туда военнослужащих. Ну да, воевать с Россией напрямую они боятся. Было подготовлено всё для того, чтобы Украина стала плацдармом войны против России, полигоном испытания различных методов введения этой войны. Чтобы никуда Российская Федерация не делась, и мы были вынуждены, вынуждены буквально в последний момент, опередив противника, начать эту операцию. Абсолютно всё, что связано с угрозой ядерных терактов, далеко ещё, кстати говоря, не ушедший. Ну да, мы взяли под контроль Чернобыль, мы взяли под контроль Запорожского АЭС, но далеко не все ядерные реакторы на Украине на сегодняшний момент всё это под контроль. Вот подготовка к взрыву Харьковского экспериментального реактора – одна из тех угроз, которые сегодня есть, и это далеко не единственная угроза. Что будет с гражданским населением, да, откровенно говоря, и со всей Украиной, совершенно никому не интересно. Вот вообще. Включая, кстати говоря, никому не интересно, ну, что будет с Украиной и из её собственного начальства. Вы извините, пожалуйста, но это так. Вот всё, что сказано по предложению вывести население по гуманитарным коридорам из городов, где сейчас наибольшее обострение военной ситуации и всех тех изгибов позвоночника, которые демонстрирует украинское руководство по этому поводу, ну, по-моему, всё понятно. Точно так же, как один из членов делегации на смехотворных переговорах с нами на Минской границе был убит ровно потому, что, видимо, оказался избыточно готов переговариваться. И, безусловно, пальцем на него показали люди, которые сидели с ним за одним столом с украинской стороны. Я не знаю, был это Архамьев и его бейсболки или ещё какое-то другое чмо, предоставленное нам в качестве переговорщиков правительством Зеленского. Но эти люди в своей среде выявили слабое звено и после первого же раунда этого человека убили. Вот так вот эти ребята работают. Да какая им разница, собственно говоря, что будет со всей остальной Украиной? Гидроэнергетикам. Вы можете взорвать плотину, вы можете устроить аварийный сброс. Какое количество людей погибнет, никого никогда не волновало и волновать в таких случаях не будет. И на Западе не будет. Сто процентов. Поток санкций и рестрикции в отношении Российской Федерации, её жителей, её руководства и представляющих её бизнес-людей. Вы что, всерьёз можете поверить в то, что это спонтанная реакция на начало операции на Украине? Ну, конечно. Ну, конечно. А стиль, в котором это производится, ну, это чистой воды нацизм. Ну, да, Европа, ну, она такая. Она такая. Там никакой деноцификации Европы не прошло. Вы единственное, что можете сделать с этими людьми для того, чтобы они вели себя конвенционально, это принудить их, взять их за глотку и долго бить о стенку. И тогда они ведут себя нормально. А сейчас во главе Европы, Соединённых Штатов, да и других стран западного мира, люди, которые не помнят войны. Они уже три с лишним десятка лет привыкли быть хозяевами всего. Они привыкли делать всё, что они хотят. Начинать и окончить войны, когда они хотят. Закрывать рот кому угодно, уничтожать какие угодно страны. И я говорю сейчас не только о Югославии, или Ираке, или Ливии, или Афганистане. Масса всего гораздо более мелкого промелькнула за эти 30 лет. И в Африке, и в Латинской Америке, и в Азии. На что нас тут даже не обращали внимания. Очень тревожная ситуация с лабораториями. Военные лаборатории на Украине, где готовилось биологическое оружие, химическое оружие. Очень тревожное. Что-то уже ликвидировано, а что-то нет. А кто сказал, что, собственно говоря, только на Украине эти лаборатории? Руководство Казахстана ничего не хочет рассказать. Руководство России по части тех лабораторий, которые находятся на территории Республики Казахстан. И в которые никого из военных ОДКБ не допустили в ходе январской операции по предотвращению, обращению, вообще-то говоря, смещения президента от Акаева. Ну, Казахстан же республика многовектора. Я в свое время очень искренне смеялся, когда Анищенко, ныне депутат Думы, а в принципе врач, человек, который занимался вот как раз оборонными технологиями медицине, говорил про такого рода лаборатории в Казахстане. Ну, у меня в голове не укладывалось, что это может быть. Ведь Казахстан – дружественная республика. Ну, не может такого быть. Ну, ладно, может быть что-то в Грузии, на Украине. А нет, в Казахстане они тоже есть. А может, и в других республиках Средней Азии. Много чего там было с советских времен. Много чего. И весь тот комплекс разной химической, биологической, ядерной дряни, которую еще готовили в Советском Союзе для военного использования. Лаборатории-то остались. Вузы остались, заводы остались, специалисты остались. Тот же самый «Новичок», о котором так много говорили в связи с аферой вокруг якобы попытки убийства Скрипалей в Англии. Формула, а заодно и много чего другого, были вывезены из республик Средней Азии в Америку, и попали в Великобританию, и в континентальную Европу. Его же готовили-то для чего? Для условий пустыни. Просто потому, что если будет удар вот после Исламской революции в Иране, возникла возможность и угроза удара масштабнейшего большими массами прорыва через пустынную местность, и тогда готовили соответствующий возможный ответ на такого рода угрозу. Ну и приготовили на собственную голову. Только всё это сегодня уже давно на Западе. Список при этом угроз очень велик. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!